где он стал действительно народным артистом. Он родился в 1942 году, его отец погиб на фронте, Магомед Магомаев погиб на фронте. Автор первой оперы, автор первой оперы Азербайджана Наргиз на социальную тему. Естественно, у нас до этого писали с оперы, да, Гуджейр Гаджибеков написал оперу, но этот человек написал первую оперу именно социалистического характера, на повседневную тему дня. Что произошло в российской истории 14 декабря? Кто помнит? Никто не помнит. Произошло в остальном декабре, собственно. Он был народным певцом, но его заслуги перед азербайджанской культурой в том, что он сумел синхронизировать азербайджанскую оперу, потому что все-таки наши голосовые связки, они совсем по-другие. Потому что для того, чтобы европейскому или российскому зрителю легче было понимать азербайджанскую оперу, он сумел, тоже проходил практику в Ласкале. Ему удалось синхронизировать, и азербайджанская опера стала более понятна европейскому зрителю. Азербайджанского труженика очень много уделял, естественно, как и все поэты, восточные места любви, любви к родине, к любви к женщине, к любви матери, к отцу и так далее. Дело в том, что эти иранцы, которые приезжают сюда, не иранцы, но не азербайджанцы, по слабой массе. Мы приняли конституционный акт Верховного Совета Азербайджанской, ну тогда еще на сайте, да. Нет, я сейчас про 91-м, да, про то, что я еще расскажу. В 91-м году мы приняли акт о независимости. Но на тот момент президентом был Айаз Муталибов. В это время Гейдар Алиев был председателем парламента Нахчеванского Меджлиса. И по требованию, по прощению народа он приехал в Азербайджан и возглавил сначала парламент, потом прошли выборы и в 1993-м году Гейдар Алиев стал президентом Азербайджанской республики.